Присутствуя на дне открытых дверей в филиале МГИМО, понимаешь, что отличает пусть и хороший, но местный вуз от гранда российского высшего образования. Во-первых, это количество пришедших, а во-вторых, живой, взволнованный интерес и даже азарт со стороны потенциальных абитуриентов и их родителей. Поступить сюда хотят многие. Филиал университета МГИМО в Одинцове, он уже зарегистрирован, приступает к работе и мы ждем, что сегодня мы подробно во всех деталях расскажем о тех новых программах, которые университет МГИМО открывает с 1 сентября в этом филиале на площадке Водинцова. Интерес к поступлению в МГИМО действительно велик. За информацией, в день открытых дверей в Одинцовский филиал приехали ребята из разных районов Московской области, например, из Нара Фоминского. А как вы узнали о том, что сегодня день открытых дверей? Мне сказал мой друг. Я узнал на сайте, посмотрел. О том, что сегодня день открытых дверей, решил поехать. Может быть сюда будут поступать просто. Интересно, что здесь и как? Есть, конечно, неудобно, но ближе, чем Москва, по крайней мере. Вместе с тем на дне открытых дверей можно было познакомиться и с программами дополнительного образования. Например, на базе филиала будут работать летние языковые школы. Здесь же в новом учебном году откроется Горчаковский лицей. Мы почитали информацию о Горчаковском лицее в Санкт-Петербурге. И доверяя такому серьезному вузу, как МГИМО, мы заинтересовались этой программой. Кстати, в истории МГИМО это будут первые лицейские классы. Это очень важное событие, потому что, конечно, школьники с этого учебного года получают возможность обучаться на той научной методической базе, которая за более чем 70 последних лет создавалась в Институте международных отношений. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что нам удастся сегодня рассказать об этой новой инициативе ректором МГИМО Академика Анатолия Васильевича Туркунова и представить программы, которые будут в Горчаковском лицее, и договориться с абитуриентами о первых собеседованиях, которые мы будем проводить, начиная с апреля текущего года. С приветствием к собравшимся обратились ректор МГИМО Анатолий Туркунов и начальник управления образования администрации Одинцовского района Ольга Ляпистова. Сейчас очень важно еще раз услышать о тех направлениях, которые предоставляет высшее учебное заведение, о программах, которые будут реализованы в этом здании, о тех экзаменах, которые необходимо сдать, получить хорошие баллы и поступить в это образовательное учреждение. Ректор МГИМО Анатолий Туркунов подчеркнул, филиал будет максимально приближен к центральному кампусу. Лекции для Одинцова будут читать и московские преподаватели, среди которых будет он сам. Стоит заметить, что дальнейшего развития филиальной сети легендарный вуз не планирует в принципе. Это исключительная площадка, исключительное решение, принятое после обращения в ГИМО со стороны прежнего губернатора Сергея Кожугетовича Шойгу и нынешнего губернатора. Ну и, конечно, это соответствует и нашим интересам. Я сегодня говорил почему. Это прекрасная площадка, замечательный город, Московская область, это наша родная область. Поэтому, конечно, мы имеем в виду, что мы будем прежде всего реализовывать интересы области в части образования. Но понятно, что такой университет, как наш, он всегда имеет и международное, и общестрановое измерение. Посетителями Дня открытых дверей стали более тысячи потенциальных абитуриентов. Так что за будущее филиалом ГИМО можно быть спокойным. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.